Итак, давайте немножечко опишем эти периоды плохие, которые просто как волны говорится в священных писаниях, что они приходят и уходят. Люди говорят, вы всё время ссылаетесь на веды. Я могу ссылаться на любые священные писания, на Коран, на Библию, просто их знаю хуже, везде всё одно и то же. Я их знаю хуже, поэтому потом мне пишут, говорят, а вот здесь вот ошибку совершили, неправильно трактовали и так далее. Поэтому я и не лезу. А так везде всё одно и то же. Везде вот это знание есть, что не надо сильно печалиться, потому что когда ты считаешь, когда человек считает, что у меня никогда не будет хорошей жизни, вот поднимите руку, кому так плохо, что кажется, что это никогда не закончится. Вот все эти люди, которые подняли руки, знайте, что вы находитесь внизу волны, и это значит, что вот буквально пройдёт месяц-два, и вам будет становиться лучше, потому что всегда, когда человек чувствует, что хуже уже не бывает, и это продлится всегда, значит, он уже преодолел самый низ волны, и он уже поднимается наверх. Те же люди, которые считают, что у меня всё хорошо и плохо никогда не будет, руки не поднимайте, завтра будет хуже. Сто процентов. Это тоже знак. Ну да у меня всё классно, и никогда плохо не будет. Значит, скоро ты наверху волны, скоро пойдёшь вниз. Сто процентов. Итак, давайте разберём эти злые периоды, как они действуют. Самая главная планета, которая... Ну что такое планеты? Планеты сами по себе ничего не делают. Есть энергия времени, энергия времени есть. Она резонирует с определёнными тонкими невидимыми энергиями в нашей Вселенной. Просто по аналогии. Ну просто планета, она имеет такую же природу, как эта энергия времени, и поэтому через неё, через эту планету, как через призму передаётся вот эта энергия. Всё, на всё влияет просто время. Но оно через призму влияния планет действует. Понятно? И стороны света на человека влияют тоже. Допустим, если человек живёт на Востоке, вы живёте на Востоке, тогда у него сердце крепче, мысли слабее. Он ближе к людям, дальше от законов. Когда человек живёт на Западе, у него, ну как бы, мысли сильнее, сердце слабее. Он ближе к законам, дальше от людей. Так действует пространство. На севере люди становятся самоуглублёнными, но депрессивными. На юге люди, очень как бы много у них такой активности, счастья, но они при этом перевозбуждены и не могут контролировать себя. То есть очень, как бы, в страсти находятся, да. То есть чем больше солнца, тем больше страсти. Чем больше холода, тем больше невежества. Восток даёт сердечность, но люди часто меньше понимают, что делать. Запад даёт понимание, что делать, но не даёт сердечности. Люди становятся сухими, циниками. То есть стороны света влияют на жизнь человека, таким образом. Понимаете? Но если говорить о периодах жизни, то есть такая планета Сатурн. Сатурн. Она по гороскопу движется очень медленно. Она стоит в одном знаке два с половиной года. Это значит, что долгие периоды Сатурн долго влияют на нашу судьбу, очень сильно. И Сатурн что делает с человеком? Он его напрягает в каком-то направлении. Это не значит, что это напряжение всегда деструктивно. Бывает деструктивно, бывает нет. Допустим, у меня сильный Сатурн в гороскопе. И сейчас у меня период Сатурна длительно идёт. Уже 18 лет он будет идти. Есть большие периоды каждой планеты. Они чуть ли не на полжизни растягиваются. Бывает. На четверть точно. И Сатурн означает много работы. Человек трудится. Но если он на благо других это делает, то Сатурн человеку даёт мудрость. То есть нет злых планет. Они все дают что-то взамен на что-то. То есть Сатурн означает аскезы. Нужно делать зарядку. Нужно поститься. Нужно совершать аскезы. Делать добрые дела. И тогда то, что может плохого Сатурн сделать, а что он может плохого сделать? Человек становится напряжённым. Не может отдыхать. Начинают болеть суставы, болеть позвоночник. У человека теряется способность концентрироваться. То есть он как будто отупел. Могут психические заболевания как результат начаться. Сатурн может привести человека к ограничению свободы вплоть до тюрьмы. Он может привести человека к нищете. Может привести человека к отсутствию работы. Может привести к одиночеству. Если человек не хочет трудиться над собой. Депрессирует, ленится душой. Не хочет напрягаться. Значит жизнь станет слабее, 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 слабее. И вообще пустой может стать. Понимаете, так действует Сатурн. Самая сильно влияющая планета на человека с точки зрения воспитания и наказания. Сильнее всего влияет. Поэтому надо знать главный принцип аскеза. Это главный принцип жизни. Сатурн означает аскеза. Если человек аскез, то есть не хочет подвергать себя лишением жизни человек, хочет комфортной жизни, не напрягаться не хочет, значит Сатурн из него сделает котлету. Понимаете? То есть человек будет сильно страдать. Когда человек так живет, он ленив и неразбужен, уродскорять не любит шаг, вот и так далее. Ну то есть он так себя ведет, думает все будет классно в его жизни. Приходит период Сатурна и все. Все в жизни рушится. Становится бродяжкой просто. У подворотня уже сидит. Страшно. Найдет Сатурн, как наказать его. Не то, что сама планета наказывает, просто так действует время через эту планету. Если головные боли у вас сильные, слабость, нет сил. Это все влияние Сатурна означает нужные аскезы. Есть три вида аскез. Есть статические упражнения, йога. Динамические упражнения, бег там, аэробика всякая. И пост. Три вида аскез, которые освобождают от влияния Сатурна. Ограничение себя в еде, заставляет себя двигаться, заставляет статические упражнения делать. Человеку становится легче жить в результате. Аскезы являются основой жизни. И поэтому Сатурн больше всего страданий человеку приносит в жизни, если человек не хочет себя заставлять. Ну что? Садитесь. Она говорит, есть ли в натальной карте Сатурн или Катроградный. Это вообще значит не повезло. Мои хорошие, пожалуйста, может вам вообще не стоит смотреть эти карты, ходить на консультацию к астрологам, потому что здесь есть одна большая проблема во всем. Понимаете, все эти карты и астрологи вообще-то предназначены для того, чтобы человека вдохновить, а не напугать. Вдохновить, а не напугать. Но если вы приходите к астрологу, смотрит астролог на вас и говорит, вы спрашиваете его, ну а я жить-то вообще буду? Астролога спрашиваете. Он смотрит на карту и говорит, ну я бы вам не советовал так жить. Это убийца, понимаете, это не астролог, это убийца. Тем более, зачем вы туда лезете? Это наука, понимаете, астрология, это наука, в которую не надо суваться, пока ты не стал крепким. Олег Геннадьевич, у меня Сатурн или Катроградный. Ну, значит, осеннее пальто можете не покупать уже, все. Ну, понимаете, ну что за вот это вот? У меня, Олег Геннадьевич, у меня Сатурн или Катроградный, все. Я вся Катроградная стала в результате. Пока в карту не смотрела, нормальная жизнь была. Как только в карту посмотрела, Катроградная стала вся сразу, все. Не смотрите ни в какую карту больше. Вы не умеете терпеть энергию времени. Я у одного предсказателя был, он мне все рассказал про прошлое. Когда я его спросил про будущее, он мне сказал просто задай вопросы по тем событиям, которые тебе ключевые и важные. Я задал, он ответил. Я говорю, а остальное? Он говорит, ты не унесешь. Я понял, говорю, хорошо, я понял, да. Нельзя про будущее просто так всу и говорить. Если человек унесет, можно ему сказать, не унесет, зачем его пугать. Так бы он пострадал одну секунду, а так будет все время до этого события еще страдать. Одна женщина в 10-м году мне говорит, конец света в 12-м. Я говорю, ну я в это не верю. Она говорит, неожиданно погибнете. Я говорю, так это лучше неожиданно погибнуть. Вот вы сейчас погибать два года еще будете до 12-го года, а я погибну неожиданно. А если, говорю, будет конец света, все равно вы же не знаете, что делать. Неизвестно, как он будет. Что вы сделаете? Некоторые сухари сушат. Конец света сухари не помогут. Она говорит, да, вообще-то правильно. Я уже мучаюсь уже целый год о том, что конец света будет. Уже год жизни потеряла. Я говорю, ну так будьте счастливы. Видите, знание о будущем очень опасно. Очень опасно. Поэтому не слушайте всех этих предсказателей. Если человек не имеет силы вдохновить вас на вашу судьбу, лучше его вообще не слушайте, потому что он может ее разрушить. Допустим, вам говорят, у вас два брака, а у вас был только первый. Все, он первый уже разрушил этот брак. Вы потеряли веру в свой брак, в свои отношения. Потому что вы знаете, что они неизвестно будут разрушены. Все. Помните, такие люди очень сильно помогают. Они помогают жить. Бабушка пришла к врачу, говорит, доктор, я не мочусь уже неделю. Говорит, сколько вам лет? 80. Кончилась моча. Помог. Помог супер просто. Все, бабушка. Моча кончилась. Вот такие доктора у нас, астрологи. Помогают жить очень сильно. Очень помощники большие. Не ходите к этим людям. В древней культуре астрологом мог быть только мудрец, который способен побеждать судьбу. Он, когда смотрит карту, он молитвой уже должен победить ее заранее, раньше, чем что-то сказал. Когда он говорит, он также говорит, как это исправить. Если он просто говорит вот это вот все, а как исправить не знает, так зачем тогда человеку вообще об этом говорить? Каждый человек, когда приходит беда, заранее чувствует ее в сердце всегда. И Бог также, Бог дает знание о беде и дает знание, как это исправить. Он человеку дает также вот это знание. Человек может понять, как победить, если он захочет, если он не ломается. У вас хороший Сатурн, отлично у вас все, Сатурн. Летроградный означает мудрость, означает, что он вас будет учить, давать делать вас мудрой. Вы уже мудрые очень. Это означает Сатурн. То есть прошлый, у меня тоже летроградный. Что, я похож на... Нормально все у меня. Не верьте в эти все предсказания, которые рушат вашу жизнь. Знаете, лучше общаться лучше с святым человеком, он никогда тебе ничего плохого не скажет. Он только тебя благословит, вдохновит. Он открыляет человека, не пугает никогда. Люди, которые ложное имя, ложную славу себе хотят сделать, всегда испугом только действуют. Как еще человека собой заинтересовать, кроме как напугать его? Нет другого способа. Любви же у тебя нет к нему, силы победить его судьбу тоже нет. Осталось только испуг. Уходить от этого, увидели, человек пугает, до свидания, все. На работе не затыкайте уши, не слушайте их всех. Не общайтесь с теми, кто у вас пытаются разрушить вашу веру. Пугают вас, не слушайте этих людей. Разрушают веру в старших, не слушайте этих людей. Разрушают веру в вашу страну, не слушайте этих людей. Разрушают веру в вашу веру, не слушайте этих людей. Это разрушители, обманщики, подлецы. Они недостойны, чтобы их слушали. Веру в человека всегда надо только укреплять. Любовь к родине только укреплять, любовь к семье только укреплять, любовь к свою судьбу только укреплять, иначе разруха в жизни идет.